Здравствуйте, меня зовут Виталий. Рад приветствовать вас на канале Строй и Живи. Сейчас мы находимся на нашем новом объекте в Ленинградской области. На этой площадке мы будем строить монолитный фундамент с цокольным этажом. Строительство фундамента начинается с посадки дома на участок. Сейчас мы не будем разговаривать о том, как правильно посадить дом на участок с точки зрения сторон света, границ от соседних участков. Мы поговорим о том, как точно выполнить строительство, когда уже есть техническое задание, когда есть понимание, где этот дом должен и как стоять. В данном случае у нас от заказчика есть техническое задание расположить дом строго по этой линии, которую он нам отметил двумя кольями, между которыми натянута вот эта веревочка. В процессе строительства фундамента оси задаются с помощью подобных шнурок, растянутых на выносках. Выноски делаются подобным образом. Забиваются колья, на них устанавливается какая-то горизонтальная поперечная доска с двух сторон от фундамента. И закручивая здесь саморезик и устанавливая гвоздик, или устанавливая гвоздик, между ними натягивается шнурка. Это получается ось фундамента. Но эти оси часто сбиваются. И их необходимо восстанавливать. Для того, чтобы иметь на протяжении всего строительства возможность вернуться к изначальным координатам, необходимо обращаться к геодезисту. Геодезист – это специалист, который привязывает объекты к поверхности Земли. Обычно это специалист либо с таким GPS-прибором, только очень точным, который дает точку до полутора-двух сантиметров точностью. Либо стахиометром, когда он делает себе вешки в отдалении. То есть необходимо сделать какие-то стационарные вешки. А вы ориентируетесь только по тем трем точкам, которые там вбили, да? Ну, да, чтобы потом найти эти два. Ну, у нее есть там, ну, как по координатам, XY. И понимает, где она находится. И потом уже в системе координат разворачиваем дом и сажаем его на местность. То есть у вас есть чертеж дома? Да, в автокаде. Мы сейчас с вами забираем вот эти две точки, да? Вы их как-то к себе туда загружаете. Вот я их уже загрузил, вот их координаты. И сейчас будем уносить. От которых строится вся геометрия. И вот таким вот прибором, как в данном случае у нас тахиометр. И всегда в процессе работы мы сможем вызвать этого специалиста. И он вернет нас в наши координаты. Слушайте, а геодезист это как? Просто прибор купил и все? Или это какое-то образование? Ну, наверное, надо образование. Это средне-специальное, высшее? У меня высшее. А у вас какое образование по специальности, в смысле? Строитель взглядных дорог. Продолжаем работу на этом объекте. После того, как геодезист дал нам точки, нам нужно их зафиксировать. Как мы их можем зафиксировать? Сзади меня находится котлован. Но мы не можем в нем поставить себе там колышки или как-то обозначить. Для этого нам их нужно вынести за пределы котлована. То есть мы точку обозначаем как пересечение двух таких шнурков. Что для этого делается? Для этого забиваются два кола. Между ними делается перемычка. И на этой перемычке устанавливается в нужном месте саморез или гвоздик. Таким образом, сделав такие выноски с двух сторон от котлована, мы можем, натянув шнур, получить ось фундамента. Вот отсюда хорошо видно. Сейчас шнуры не натянуты, но когда они будут натянуты, их точка пересечения будет являться углом нашего дома. То есть мы всегда можем эти шнурки отпустить, провести работы, натянуть их заново и восстановить свои точки. В нашем случае у нас грунтовые воды находятся высоко. В Ленинградской области они вообще всегда находятся высоко, а котлован у нас достаточно глубокий. Для того, чтобы в нем возможно было работать, вокруг будущего котлована мы выкапываем траншею с уклоном по нивелиру и устанавливаем дренажный колодец в будущем. Это уже будет рабочий колодец, который останется у заказчика работать после того, как мы сделаем уже дренаж по проекту, который у нас идет. А пока что эта канава выполняет роль временного дренажа, можно сказать. Самая глубокая точка траншеи находится у нас с этой стороны. Здесь же у нас находится колодец, который мы сейчас устанавливаем. Он будет на 2 метра глубже, чем проектная отметка котлована. Будет сделана перемычка, и вода по временной схеме будет в него стекать. А из него уже насосами мы будем выбрасывать туда, дальше в канаву. И это нам позволит спокойно заниматься разработкой котлована. То есть перед тем, как делать котлован, его нужно со всех сторон обкопать и с самой глубокой точки, ну то есть обкопать с уклоном, и с самой глубокой точки обеспечить водоотведение. При разработке котлована необходимо предусмотреть меры безопасности, чтобы никого не засыпало и возможно было работать. Для этого надо либо укреплять стенки котлована опалубкой, либо, как в данном случае, сделали откосы. То есть когда приглажен, когда экскаватор пригладил вот эти стенки, он их немножко при этом укрепил, и они не будут осыпаться. То есть если стенки сделать полностью вертикальные, то они обязательно осыпятся и, не дай бог, кого-нибудь завалят. Важный момент при разработке котлована – не перекопать. То есть мы видим человека с рейкой, точнее мы видим рейку, человек сейчас стоит отдельно. Постоянно при копке котлована контролируется горизонт. И находимся ли мы на необходимой отметке. Потому что если вдруг перекопать котлован, то обратно засыпать получившуюся яму тем же грунтом, который вынули, нельзя. И придется завозить твердые материалы, там, песок или щебень, и с послойной трамбовкой возвращаться на тот уровень, который должен быть. Небольшое, но важное уточнение. Котлован разрабатывается до проектной отметки, но с учетом особенностей грунта. То есть в нашем случае все хорошо, но если скрываются какие-то плывуны или есть торф, там, остатки, то в любом случае котлован необходимо разрабатывать до твердого основания, да, малосжимаемых грунтов, на которые можно уже передавать нагрузку от дома. Но в нашем случае все хорошо, котлован чистенький, грунт здесь хороший. Нивелир-прибор простой, но крайне необходимый на любом строительном объекте. Его задача давать горизонт. Все, никаких других у него задач нет. То есть, по сути, это прицел, который с помощью уровня выставляется таким образом, чтобы он вращался всегда в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, когда мы смотрим на рейку через этот прицел, мы всегда видим отметку, где мы находимся. Разработка котлована ведется сразу двумя экскаваторами. Большой экскаватор копает, а маленький экскаватор-погрузчик отвозит грунт в указанное заказчиком место. После того, как мы откопали котлован на проектную отметку, наша задача устроить подушку под фундамент. Что это значит? Мы сейчас расстилаем геотекстиль, сверху на него высыпаем щебень и трамбуем его. Делать это мы будем частями. То есть, вот сделали первую захватку, сейчас у нас дно котлована в уровне, устраиваем на нем подушку. В это время трактора готовят оставшуюся часть котлована. Продолжаем проведение работы на данном объекте. Закончили копку котлована, устройство песчано-щебеночной подготовки. И вот сзади меня возвели такой шалаш, называют его тепляком, для того, чтобы внутри поддерживать плюсовую температуру и проводить дальнейшие работы. Сейчас мы спустимся в котлован, в этот тепляк. Покажу, что там да как. И вот мы внутри. Можно посмотреть, как это все выглядит. По основанию песчано-щебеночному был выполнен выравнивающий слой бетона. Подбетонка, как его еще называют. И сейчас ведутся работы по устройству гидроизоляции. Гидроизоляцию по требованию заказчика в данном случае мы делаем в два слоя. Сейчас, как закончим устройство гидроизоляции, будем вязать арматуру и выставлять опалубку уже для непосредственно фундаментной плиты. То есть вот это нижнее основание, оно служит только для того, чтобы выровнять площадку для проведения здесь работ. Основная фундаментная плита, это будет то, что выше сверху. В нашем случае у нас будет здесь плита 300 миллиметров. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжаем работы по устройству фундаментной плиты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас я просто хочу показать, на чем заканчивается подготовка. То есть выкопали котлован, устроили песчано-щебеночную подготовку, по ней залили выравнивающий слой бетона, на котором сделали два слоя гидроизоляции и устроили вот такой вот шатер, тепляк, как его называют, чтобы удобно проводить работы. Как мы будем заливать фундаментную плиту, заливать стены, какие есть особенности, мы вам покажем в следующем ролике. С вами был Виталий. Всем пока и крепкого фундамента по жизни. Продолжаем строительство монолитного фундамента с цокольным этажом. У нас 14-я арматура. Работы будут выполнены. Будем устанавливать опалубку. При приемке бетона поподробнее остановимся на моменте, на что обращать внимание, какие должны быть документы и куда смотреть в этих документах.